Выход в люди Выход в люди Выход в люди Я не думаю, что что-то плохо Что-то из того, что вы перечислили плохо Да, мы будем писать про места Куда любят ездить российские путешественники И да, мы будем писать про новые места Куда им стоит поехать Кто будет писать ваш журнал? Будут ли какие-то колумнисты приглашенные? Во-первых, Михаил Идов Знатный писатель Катя Метелица Писательница и известный журналист А вот Идов про что писал? Он проехал у нас по Транссибирскому гестрали Итак, первый номер журнала Тревелер Отправил Гульнару Карину в Узбекистан Сделал гид для гурмана по Тоскане И рассказал о секретных адресах Парижа На обложке первого российского ВОК для путешественников Натальи Водянова Которая рассказывает о своих каникулах Чем отличается российский путешественник с деньгами от итальянского? Российский путешественник отличается любознательностью Ненасытностью Щедростью Требовательностью Да, да И готовностью ехать в любое время всегда куда угодно В этом отношении... И все меньше и меньше Русский путешественник отличается незнанием каких бы то ни было языков Мне кажется, что русский путешественник перестал быть какой-то единой слипшейся массой Которой он был в 90-х годах Он был абсолютно одинаков Он был хомовит Он был незнающий Да, да Он был неинтересующий Ему хотелось самый дорогой номер Желательно за самую высокую цену А за 10-15 лет, в общем, почти все изменилось Наш путешественник, чем он еще отличается? Наш путешественник потрясающе спонтанен Поэтому, например, нам еще предстоит научить нашего путешественника Заранее думать за полгода о поездке Как это скучно Планировать и прочее Вот это ничего, этого нету Никто из русских путешественников ничего не планирует Ты хочешь превратить наших соотечественников в немцев каких-то? Нет, мы хотим их научить это делать Не факт, что они будут это делать Мы-то это не делаем Ни за что? Народу на тусовку конденаста пришло человек триста Но опять та же история, что и с вечеринкой в честь приезда Синди Кроуфорд в Москву Медийных лиц пересчитать по пальцам Александра, тусовка, куда она сейчас ездит? Как это вообще меняется направление? Вы знаете, у меня скучная такая информация Мне кажется, что как вот половина ездила в Италию, а половина во Францию Так и происходит Ну, может быть, еще вот модное место Ибица я часто слышу Я не знаю, куда модно ездить отдыхать Никогда не следил за модой в этом смысле Вот я последний раз ездил отдыхать к товарищу на кухню, где мы выпили литр водки Вот так вот мы и отдохнули А вы когда ездите в отпуск, дальше, чем на кухню Вы читаете какие-то журналы, руководствуете с ними? Нет, нет, я сам себе журнал Я люблю ездить, допустим, в Лондон В Хельсинки, Берлин В Венецию Очень хочу побывать в Австралии И в Японии, и в Токио, но недолго И только в той гостинице, где жила Аскар Летт Йоханссон в известном фильме «Трудности перевода» Вначале я сказала, что «Тревелер» запустился не с первого раза А Карина Добротворская рассказала про неудачную попытку запуска в 2008 году Так вот, был еще 1998 год, когда «Тревелер» также не смогли запустить из-за кризиса Что касается первого номера журнала о путешествиях То для того, чтобы его выпустить, пришлось сменить почти всю редакцию меньше, чем за полгода О программе «Выход в люди» в ближайшее время Вечеринка с участием Ани Лейбовиц в ресторане «Ваниль» Продолжение следует...